Здравствуйте, друзья! Ранее я рассказывал уже о старом учебнике истории, по которому учились наши школьники до настоящего времени. Там, например, Хрущев был назван единственным источником угрозы ядерной войны, которая разразилась в результате Карибского кризиса. И ничего не говорилось о американских ракетах, тех же Юпитерах, которые были размещены в Турции. Сейчас же Мисс Просвещения Кравцов показал новый учебник истории для 10-го и 11-го классов. Удалось его бегло посмотреть и даже сфотографировать несколько страниц, которые я фотокопии размещу в живом журнале и Дзене. Разумеется, удовлетворить всех ни один из учебников не может. Всегда найдутся люди, недовольные содержанием. Но главное, что новый учебник кардинально отличается от тех трех, по которым учили еще в этом году. Дело даже не в том, что в нем есть QR-коды, по которым можно сразу перейти на дополнительную литературу или посмотреть тематический фильм, посвященный тому или иному разделу учебника. Главное, что детям перестали морочить голову. Есть там и фото Белого дома после обстрела в 93-м году, и понятие семибанкирщина, прочно вошедшее в обиход в лихие 90-е. Впервые на моей памяти в учебнике прямо сказано о преступной амнистии пособников нацистов, как бандеровцев, так и нацистов в Прибалтике, которые были не просто освобождены, они были реабилитированы и смогли впоследствии занимать как выборные должности, так и учить наших детей. Плоды этого решения Хрущева мы поживнаем и сегодня. Сказано и о незаконной передаче Крыма Хрущевым в 54-м году в состав Украинской ССР. Результаты сказались и оукнулись миллионам граждан после развала Советского Союза. Есть здесь и бок о бок фото нежной дружбы Бориса Николаевича Ельцина с президентом США Клинтоном, и фото протестов у Кремля во время бомбежек натовцами Югославии. Наглядно рассказано и о лихих девяностых. Есть фотографии как нищих на улицах Москвы, так и торговли шарпотребом в Лужниках. Не была забытая и печально известная пирамида МММ. Рассказывается в нем и о чеченской войне, и о терроризме. Прямо сказано о приватизации, о Чубайсе, Гайдаре, о ваучерах и всей экономической деградации страны в лихие девяностые годы. Наконец-то в учебнике впервые за сто с лишним лет прямо говорится об искусственно созданной украинской нации, о роли в этом и вострийцев, о происхождении жертвоблокитного прапора, о роли Грушевского и его извращении истории, об использовании украинских, ну а по сути галецких националистов в разрушении России. Наконец-то и госпереворот 2014 года на Украине прямо назван словами переворот и мятеж. Не скрою, приятно, что 9 лет усилий не пришли зря. Захватившие власть в Киеве наконец-то прямо названы хунтой. Много внимания уделено и происходящему сегодня, как специальной военной операции, так и королю Запада в этом. Лишь одна фраза, цитата. По своей сути действия Запада ничем не отличаются от разграбления наших музеев нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной. И что мне понравилось, авторы не пытаются писать штампами. Учебник написан живым русским языком и лишен казенщины. Вместо лозунгов типа «Народ и партия едины» авторы напоминают еще одна цитата. «Знаете, жизнь всегда сложнее, чем любые идеологические или журнально-газетные штампы». Знаете, закончив школу, я наивно верил, что уж мои-то дети будут учиться по новым, хорошим учебникам. Потребовалось 30 лет, чтобы эта вера стала реальностью. Самое главное, этот учебник учит людей думать. Он уже отдан в печать, и преподавание по нему начнется с 1 сентября.